Всем привет! С вами BrainFirst. Мы продолжаем играть по гимнам FireRed. Да, было небольшое затишье, но я вернулся и мы возвращаемся. Так, последний раз мы с вами получили значок шестой по счету. И это супер круто. Это супер круто, это невероятно круто. Сейчас нам нужно продолжать ловить покемонов для нашей шестерки, которым мы подготавливаем к лиге. Вот, к лиге нужно готовиться уже сейчас, если мы не хотим что-то дополнительно тренировать для нашей команды. Поэтому сейчас мы отправляемся в Power Plant. Такое место интересное, где вводится очень много электрических покемонов, и я очень рассчитываю на Encounter. Желательно, конечно, самый лучший вариант Electabuzz. Но Electabuzz очень сложно поймать. Электобаза очень сложно поймать. Тарасов, во-вторых, шанс его появления чрезвычайно мал. Практически там равен одному или двумя процентами. Вот. И появляется он эксклюзивно для FireRed версии, то есть для нашей версии. В принципе, он будет доступен. Так, здесь ингредиент не считается, а вот тут вот уже другая дорога совершенно. Тут, кстати, какой-то парень стоит. Но это все та же дорога, да? Это станция, да, вот то, что мне нужно. О, это еще и тренер. Ого, куда тебя занесло? Ты что, тоже покемоньяк? Хочешь увидеть мою коллекцию? Ха-ха. Нет. Ну, а разве у меня есть выбор? Так, два покемона у него. Первый Райхард. А у меня Гашик. Как удачно. Да, пора бы и других моих покемонов начать качать. Потому что они очень сильно отстали по уровню. По сравнению с Люкой. И вот, в частности, Гашик отстал очень сильно. Хотя я не знаю, целесообразно ли его вообще качать. Очень редкий, кстати, покемон Ликитунг. Здесь. Пробуем его отравить. Нет. Так вот, не знаю, целесообразно ли его вообще качать. Потому что травяной покемон, он не то, чтобы даже не пригодится мне в лиге. Он, скажем так, ну, травяные, они вообще очень сильно уязвимы ко всем остальным типам. То есть, и могут быть большие проблемы с ним в лиге. То есть, он будет как Пятое Колесо. Ну, или просто не нужен. И будет забивать слот. С другой стороны, кого мне еще взять? Неужто мне взять от того же Додрио, да? За место Летающего, но Летающий там особо тоже не нужен. Поэтому, не знаю, оставлю, наверное, Гашика. И возьму вот эту вот замечательную связку. Как я и задумывал изначально, Солер Бим плюс Сани Дэй. И попробуем чисто через атаку там вынести 2 или 2 или 3 покемонов. Я не псих! Окей, чувак, ты не псих. Я не говорю, что ты псих. Так, ну что, Power Plant. Power Plant. Электростанция. Электростанция, кстати, есть в каждой игре серии. В Макси Зелли, кстати, тут было. И наш энкаунтер. Здесь это. Пикачу. О, нет, это самый худший энкаунтер здесь. Это очень плохо. Это очень плохо, но с другой стороны, в принципе, не критично. Не критично. Давайте его поймаем. Так, у нас есть Мастер Болл, Покеболл, Грейт Болл. Давайте Грейт Болл. Я думаю, для его уровня это как раз подойдет. Пикачу был пойман. Пикачу был пойман. Так. 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 Давайте назовем ее Зо... Не, Зоя это как-то смешно, но пусть будет. Нормальное имя. Отличное имя, я бы сказал. Идеально подходит мне. Ну ладно, это был не самый лучший энкаунтер. Здесь и мне придется уже выбирать. Вот мне кто был нужен. Магнимайт, на самом деле. Ну ладно, не повезло. Ну, да ладно. Так уж это страшно. Сейчас мы просто с помощью репела тут... Кстати, вон там сам заптос есть. Мы его попробуем сейчас вынести, кстати. А, блин, тут еще эти электроды. Я забыл про них. Левел у них просто гигантский. Так. Плюс они еще и взрываются, ко всему прочему. Развуковый удар. Ха. Ну уж нет. Так, тинемый шар. Блин, я что не сходил в этот... В покемон центр, когда была возможность? Это очень плохо. Это очень и очень плохо. Так, все. Получает экспу. Потрясающе. Так, идем дальше. Смотрим, что тут есть еще интересного. Блин, спрей только быстро заканчивается. Его можно дать? Так, нет. По-моему, у меня есть более такой хороший спрей где-то. Нет, нет. Жаль. Жаль. Ну ладно. Эти, видимо, спреи я очень давно покупал. Либо я их тупо находил. Но не мог найти их 12 штук. Тут, наверное, тоже электрод. Кстати, давайте поставим тогда, раз что-то электроды. Нормана. О! ТМ-25 разряд. Так, дайте-ка посмотреть, что это такое. Если это что-то сладкое, то обязательно нужно дать его Пикичью. И мы будем там мутить с ним фишечки. Так, где там? 25 разряд. Йо-моё. Посмотрите, как это сладко. 120 демеджа. Точно 70. Разряд это не Сандро, случайно, ТМ-очка. Вот. Не помню, не помню я. Да. Ну ладно. Ладно. Вообще, надо посмотреть на этот Пикачу, которого мы поймали. Швами. И уже определиться, что там нам нужно конкретнее. Так, опять спрей закончился. Используем еще один. О, кстати, Сандрестаун, который уже не нужно покупать. Мы тут же нашли. Можно сразу же прям прийти и эволюционировать в Райчу, чтобы не терять времени. И Электроуд здесь. 7 баллов. Неплохо. Но убьет ли это Электроударь? Убило. О, так неплохо, так экспы за не дают. Такие мини-босики какие-то прям. Прям, прям мини-босики. Тыкс. Что тут еще есть вкусненького? Давайте обследуемся хорошенько. Потом просто свалим с помощью Escape Rope. И все будет окей у нас. Так. Вот Заптас. Так. Давайте убьем Заптас, раз уж мы тут к пути. Итак, Заптас. Один из легендарных покемонов в этой игре. Левел 50, как мы видим, это очень опасно. И посмотрим, что мы сможем здесь сделать. Так. Есть перекат. Мне нужно вспомнить, что это за атаки. Извиняюсь. Упс. Так, досье. Перекат это то, что я думаю или нет? Так. Оползень бросает камни в обрака. Так. 5 ходов с нарастающей силой. Лучше уж бросить пару камешков в него. Отлично. Норман. Отличный выбор. Покемона. Маневр. Что это? Детект? Ха, серьезно? У него есть детект? Вау. Довольно редкая атака для покемонов. Первого. Первого поколения. Меня немного удивляет. Что у него есть. Эта атака. Вообще она, по-моему, появилась только в третьем поколении. Но здесь мы включили сразу же в игру. Ну и добьем его. Убиваем ради экспейт. 1500. Довольно неплохо для Нормана. 38-й лаву. Так. Заптас есть. И... Как же нам пройти туда? Так. Используем спрей. Спрей. Так. Посмотри, сколько вещей мы упустили. Как туда-то добраться? Наверное, надо было сюда налево повернуть просто. Да-да-да-да-да. Так. Уже близко. Блин, спрей заканчивается. Ну, я думаю, что нам хватит тут все посмотреть, что тут находится. Ха, мне показалось, что эти банки со знаком вопроса здесь. Так. ТМ номер 17 уклонения? Серьезно? Так. ТМ 17. Да, детект. Круто. Тут еще детект в виде ТМочки существует. И тоник. Что это? Что это за вещи? Не знаю. Давайте посмотрим. Тоник. 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 А, понял. Вещь крайне хорошая. Потом уже буду использовать эти тоники и прочую мишуру для того, чтобы усилить своих покемонов при подготовке к лиге. То есть, это будет немножко попозже. Так. Ну, вроде все мы тут просмотрели. Давайте пойдем на выход. Потому что нам нужно идти дальше. А впереди у нас седьмой значок. И еще куча всяких приключений на трех островах. И я думаю, будет у меня круто. Супер-супер-мэг-крут просто будет. Да что такое-то? Рад был купить супер-спрай. Тогда бы у меня не было вообще проблем. Хорошо. Так, где мы вышли? Ага, путь 10. Замечательно, замечательно, замечательно. Так, уходим отсюда. Вылетаем обратно в Фуксию. Где страйкер? Вылетаем сюда. Мы получили, в принципе, то, что хотели. Пикачу очень хороший вариант. Давайте посмотрим на его статы. Мы скинем сейчас одного из наших покемонов. Скорее всего, это будет Злюка. Но только потому, что он сейчас оверпауэрд. Его не нужно качать. Посмотрите, 48 уровень. Мы к нему вернемся очень скоро. Он просто немножко посидит, отдохнет в нашем компьютере. Пока возьмем нашу Зоечку. Вот у нас какая красавица у нас. И посмотрим на нее. Какая нюшка. Так, посмотрим, что у нее за способность. Отличная способность, кстати, у Пикачу. Вот почему он мне нравится. Это то, что есть... Так, испугать врага Раскотоп Гродума удачно так и парализует врага. Да, набор, так, конечно. Ох, он дручает. И тут встает вопрос, нужен ли он вообще. Давайте посмотрим на другого покемона. Так. У нас же есть еще Польша. Нет, секунду. Я хочу посмотреть его. Так, что у Польши есть интересного? Примерно то же самое. Так, есть звуковой удар. Да. Дело в том, что если я сейчас эволюционирую Пикачу, то он никогда не сможет получить всякие интересные атаки. Так что, скорее всего, мне сейчас придется немножко побегать вот с таким вот Пикачу. Немножко слабоватым. Ну, ладно. Не знаю, есть ли смысл его качать сейчас. Так, нет, туда. Мне нужно посмотреть, сколько у меня покемонов. 36. Хорошо, хорошо. Так. Да ничего хорошего на самом деле. Давайте подлечимся и будем двигаться дальше. Дальше на юг. К сожалению, не помню я уровни получения нужных атак у Пикачу. И это очень плохо. Привет. Прежде чем идти плавать, мне надо размяться. Ладно, разомнемся. Тентакул. Первый его покемон. Так. И тут мы, наверное, сразу же поменяем на гашек. Так. Да. Критический удар. Нифига себе. А, блин. На него же не действуют эти атаки. Что он ядовитый. Ему пофиг. На гига дренаж. А вот на кат ему не пофиг. Еще его покемон Шелдер. Ну, типа, просто парализует. То есть, эта атака больше на... На паралич рассчитана. Так. В принципе, Пикачу можно дать. Можно дать... Эту демку. За счет скорости он сможет... Бить ее в бою. Ну, я имею в виду про... Раскат грома, или как она там называется. Которая на 120 демеджа. И за счет, опять же, демеджа он может вытянуть. Может прокачаться сейчас. Так что, давайте это сделаем. Так. Что нам нужно? Нужно... Ну, в принципе, можно его эволюционировать. То есть, если что... Если что, как бы, я ему... Я его сам научу нужным атакам. Так. Если что, нужно выбрать, что убрать сейчас. Я думаю, быстрый удар нам точно не нужен. Прекрасно. И возьмем мы сейчас... Камень и превратим его в райчу. Камень грома. Вот. Вот. Только потому, что нам нужен более сильный покемон. Райчу... Более сильный. Как раз таки более сильный. По крайней мере, он больше будет получать очков. Он будет сильнее. Хоть он и будет получать атаки, но... Не думаю, что эти атаки нам прям сильно так нужны. Остановись! У тебя будет солнечный удар. Три покемона у него. И первый это Голдин. Посмотрим, как у него по хп. Стало 62 хп. Очень неплохо. Эх, промахнулись. Жаль. Терпи. О, кстати, неплохо. Да, супер. Мощно. У меня одно слово. Мощно. Отличная работа за... Много хп и следующего покемон. Погемон это Хорси. Шансов для Хорси слишком быстрый. Стоит слишком быстрая. 23 уровень. Прирост по статам меня очень радует. Плюс 2 почти ко всем статам, кроме защиты. Это просто замечательно. И следующий. Погемон это Старью. А, вот Старью оказалось быстрее. Я надеюсь, что она не особо надамажит. Ух, боже, у Старью вообще нет хп. Почти что. И, зоя, получается свою хпу. Замечательно. Почти целый левел набили. Остынь. Не собираюсь я остывать, чувак. Так, возвращаемся назад. Фуксио. Наш покемон центр. И... Пробуем вылечить наших покемонов. Зоя 23 уровень. Посмотрим ее статы. Очень хорошая атака. Защита. Неплохая скорость. То есть, быстрее почти всех покемонов, которые даже старше на нее. На 10 уровней. Вы можете представить, что будет на 30 уровне. Это просто будет машина для убийства. Итак. Здесь нам нужно встретить наш энкаунтер. Потому что здесь мы еще не были. Здесь мы первый раз. И... Сейчас мы поищем, что это за дорога. Дорога номер 19. Так, наш энкаунтер на дорогу 19. Я не хочу здесь ездить, потому что... Точнее, плыть. Потому что здесь 100% только одни тентакулы. А, мы все-таки взяли весь детектор. Супер. Мы лучше порыбачим здесь. И встретим энкаунтер получше. Здесь может быть, я знаю, Старью. Я знаю, что здесь может быть Голдин. Еще кто-то. Что, посмотрим? И... Нет, что-то не клюет. Какая-то не клюет. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ну, давай. Хоть что-нибудь. Да что такое-то? Может, потому что я... Рыбачу прямо рядом с этим чуваком? Он... О, отлично. Кто это? Наш энкаунтер. Дорога 19. Это Хорси. Ну, давайте просто через... Паралич. Поймаем ее в покебол. А, смотрите-ка. Сейчас сопротивляется. Ну, ненадолго. Так. Потратим на нее просто покебол. Да смотри-ка. Не хочет. Давай ловись уже. Просто останься в этом чертовом покеболе. Спасибо. Хорси. Поддерживает баланс с помощью спирального хвоста. Хорси может стрелять чернилами из своего рта. Ну, или что это у него за место рта? Что-то странное. Как его назвать? Хорси, кстати, от слова лошадь. То есть, это морской конек, типа. Но надо подумать, как его назвать. Это очень сложно. Да, что-то у меня сегодня с фантазией. Давайте назовем его Рейн. Я не знаю. Хоть это довольно женское имя, но в принципе пофиг. Там, по-моему, нет пола. Рейн. Нормально. Так. Эээ. Да. Тут тентакулы. Тут из энкаунтеров одни тентакулы. Так что я даже не знаю, что нужно. Нужно ли использовать спрей. Я смотрю на море и забываю обо всем плохом в своей жизни. Чувак. Так. Два покемона у него. Первый Хорси. Два покемона у него. Так. Рекрасно. Следующий покемон это... Еще один Хорси. Блин. Жалко, что мы не промахнулись. Был хороший шанс его зацепить. Блин, еще раз. Торнадо это не травяное, так, надеюсь. Больше на каменную какую-то или земляную. Даже, блин, хватит промахиваться. Есть. Да, для Хорси это обычно означает смерть. Двадцать четвертый уровень. Прекрасно. Травматично. Да уж. Так. Давайте-ка все-таки используем наш... Наш спрей. Вот он. Спрей. Угу. Чтобы нам не мешались какие-то натакулы. Еще один идиот. Я пытался нырнуть... Я пытался нырнуть след за покемоном. По-моему, ты... Конченый. Да. Официально. Три покемона у него первый. Это Галтин. Не нравится, что Зоя двадцать четвертого уровня просто на раз разматывает всяких Галдинов тридцатого. Это просто супер. Возможно, Пикачу был не таким уж плохим вариантом. С Магнимайтом были бы... Гораздо большие проблемы. С него пришлось сначала из первой формы эволюционировать. На тридцать пятом. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я использую элитразвук. Си-Кинг, я знаю, очень опасный токемон. Надеюсь, что... Ай-ё-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Не умирай, не умирай, не умирай. Так, все отлично. Все замечательно пока что. Так Хватит Блин Ладно Будем рисковать Лучше заменим покемона Поставим гашика Гашика нормальная Кстати, такие удары терпит Ну то, что Сикинг выжил После Тандра Ну Сикинг довольно мощный покемон Посмотрите, сколько экспы за него дадут 25 уровень у Зои Посмотрите, макс хп плюс 3, вау Просто замечательно И гашку тоже 35 уровень У него тоже плюс 3 макс хп У него уже 101 Просто прекрасно Тону Да ладно, чё ты врёшь Не тонешь Не тонешь, чувак Потому что говно не тонет Да Так Тут ещё товарищи плавают И товарищ Хочешь подраться? Слышь? Эй, товарищ Что на горизонте? На горизонте моя победа ГГГ И у всех по 4, блин, покемона Я заметил, что в первой Части серии Там тренеры просто напичканы Они на каждом углу находятся Вот это, наверное, самый большой минус О, нет Нет, закончился разряд Это очень плохо И да Мне придётся поменять покемона Ммм Такой уровень 27 Хм 27 уровень Интересно Давайте посмотрим, что с ним сделает Винни-Пух Оу, еее А.К.А. Убийца И О, бросок Так Чё такое было? Чё за Бросок это не Чемка Просто я Блин, уже не играл 2 недели Я уже не помню, что Скорее всего это Strength Вау Вот это было мощно Отлично Следующий Это Дедаку Да, у него, наверное, 4 тантакулы Или чё-то такое Эти отморозки с... Ох уж эти отморозки с тантакулы Хе-хе О, чёрт Ну, ничего страшного У нас есть Рест Если что В любой момент Можем его использовать Блин, крит пропал Ммм Защиту снизил Давай Я думаю, что Одного удара Хотел Вау Отлично 600 xp Неплохо За Какого-то Тантакулчика И Голди Последняя Ну, давайте тут Дашка поставим Дашка с ней Просто-напросто Быстрее разберётся Потому что Винни-Пух сейчас В конфьюзе Ладно Пока Мы будем Убивать Голди Хотя Убивать мы её будем Недолго Я расскажу вам Очень интересную сказку Про Тантакул Она Очень интересная Она завлечёт вас Я думаю Сразу же Дело в том Что Тантакул Самый бесячий О-34 уровень Плюс 4 хп Вы посмотрите 156 Вот это волшебные цифры Дуглас Был поражён ЗЛП Не знаю Что это значит Может он хотел сказать Что он Проус Такое тоже может быть Так Мы возвращаемся В Фуксию Потому что Нам нужно Отличить Покемонов Так Тантакул Самый бесячий И ненужный Покемон Наверное За всю историю По крайней мере По моему мнению Ну разумеется Исключая всяких Маджикарпов И фибас Которых в принципе Ну тоже встречаются Но не так Не надоедают По дороге Как Тантакул Да Все их знают Но 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 Вышел Покемон X&Y Где сделали Ядовитый тип Просто Имбалансный Против Этого Как он Ферри Тайп Ферри Тайп Я не знаю Как его перевести На русский Вообще Это Типа Не знаю Типа Тип феечек Или что то такое В общем Ферри Тайп Сделали В X&Y И Сделали Уязвимым К яду Да И Разумеется Ядовитые покемоны Тут же Ну Если не сказать Апнули Я не знаю Просто Что еще может быть Так вот Где у этого парня Репел А вот Так Купим сразу Штук 10 Вот То есть Апнули Да И Мне Дико Понадобился Водный Тире Ядовитый тип Да Я долго Думал Кого взять То есть Я Там Смотрел На Селбинет Смотрел Какого покемона Мне лучше взять То есть Ну Я как играю В новые игры покемонов Я Примерно представляю себе Команду Тех покемонов Которые мне нужны Исходя из стартовика Из стартовика И так далее Вот И Как бы так получилось Что мне нужен был Именно вот Для Вершины Моей шедевральной коллекции Именно Ядовитого Водного покемона Как раз Таких покемонов У меня не было И Тут я вспомнил Про моего старого Друга Тентакула Который просто Возрос в цене Неимоверно И сейчас Я Как раз Его поймал Тем более Что Проблем с его ловлей Вообще нет Он В любой воде водится Сейчас Наверное Тентакруэля Ой Я забыл Подлечиться Ай 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 Так 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 Я идиот Это раз Надеюсь Он меня не убьет А Он на душе Не использует Окей Я смогу Заменить покемона Надеюсь Да Могу Так вот Ты тут издеваешься Боже Наконец-то Так вот Я поймал Этот Тентакруэля И сейчас Он находится у меня В команде Но самое смешное Я даже никогда Был в жизни Не смел Подумать Что У меня В команде Официально Окажется Тентакруэля Тентакула Или Тентакруэля Да Я знал Что они бесячие Я знал Что Они в принципе Сильные Потенциально Сильные Покемон Но Я никогда Не брал их в команду И сейчас Он пригодился И очень здорово Не могу Кстати говоря О стартовиках В той игре Дело в том Что Там можно выбрать Двух стартовиков Да Первые серии А первого Мы Ну Получается Подбираем В самом начале И там выбор Такой Забавный Немножко А И все Три покемона Не нужны В своей финальной В форме Оказались И я просто Оставил своего Стартовика В этом В компьютере Да И к нему Не возвращался Вместо этого Ну там можно Выбрать Второго стартовика Это Первые три Покемона Первого поколения То есть Сквиртл Бульпасавр И Чермандер Так вот Можно взять Чермандера И я это сделал И К тому Чермандеру Еще прилагался Камень Мегаэволюции Да Теперь в новых Играх серии Можно Мегаэволюционировать То есть Получить четвертую форму Даже Ну на время боя Вот И В принципе Да Вот так Вот такая вот История Такая вот Сказочка О Моем опыте Общения с Тентакулами Тентакулами Так Зоя получает Тыкспу Которая ей нужна И Следующий поливирал Левел 30 Так Кто-то Заюзывал Рейндэнс Но Это же хорошо Потому что Уникальная способность Атаки Разряд Дело в том Что во время Рейндэнса Разряд Никогда не промахивается Так что Можно сказать Что Вырвал себе Могилу Сейчас Поливирал Или поливак Или Я их все время путаю Это провал Это провал 26 уровень Уже Райчо Прекрасно У Интересно Это дабл битва О боже Вы посмотрите на это Скопление идиотов С ними всем Придется драться Это дабл Или не дабл Если дабл Мне нужно аккуратно Сейчас посмотреть Состав Да Гашка Как раз Нет Это не дабл Видимо Лее Я учу младшего Братика Он недавно Стал тренером Судя по всему Он недавно Стал идиотом Благодарю тебе Будет дабл Да Будет дабл Битва Голдин И Секинг Секинг мощный Секинг мощный Так что Будем аккуратны Так Прошел Я сделаю так И вот так Прекрасная работа От Зои Это будет Мне кажется Киоу С одного удара Да Смотрим как справится Гашек с его Гига дренажем А А вот Гашек Гашек не смог Но посмотрим Что у него есть Ультразвук Ультразвук Который он Промахивается Но тут нет смысла Так как Два на два Тут как бы О Нифига Зоя промахивается Разрубание Его добил Отлично Тут нет смысла Даже если бы Одного оглушили Я бы добил вторым Так мой брат Ничему не научится Потому что Дерьмовая сестра Это отвратительная Сестра Ты Ты заставила Биться его На жизнь На смерть Так Тут куча тренеров С халявной Экспой Если я выиграю Подаришь мне С этого покемона Ты че охренела что ли Сначала волосы Свои зеленые Перекрась Знаю я анекдот Там про Зеленые волосы Ну И он лучше Показывать Наверное Че Рассказывать Такой будет эффект Поливага вынесли З получает Экспу Как же много У нее покемонов Боже Вот за это Может быть Мне частично И не нравится Первое поколение Очень много Тренеров Подряд Присутствует То есть Разработчики Мне кажется Были слегка Ограничены В своей фантазии Либо ограничены В Хотел сказать В своем уме Но не скажу Скорее Ограничены В пространстве В самой игре Потому что Ну Действительно Путь Из города В город Очень короткий Промахнулся Тотичность Что старию Не имеет пола Так что Что ее Невозможно Вывести С помощью яйца Что очень и очень жаль Не знаю Кстати в следующих Играх серии У нее есть Пол или нет Еще одну старию Расслабление Очень хорошая Атака Кстати Рекавра Называется В оригинале И восстанавливает Половину хп Ну Как минимум Это не особо Ей помогло И Зоя уже Скоро будет 29 Еще одну старию Камуфляж Что Первый раз Слушаю Такой атаки Пловчиха Конни Ну Вы поняли Конни Эй На покемоне В этих водах Опасно Да Я вижу Как опасно 5 покемонов У него в составе О боже Ненавижу Такого Ненавижу И Люблю их В X and Y Вот Во всех играх Ненавижу Только в X and Y В X and Y Они импа Хотя Все равно Минусы В ядовитых Покемонах Остались То есть Нет хороших Ядовитых Атак Ну Можно 100% Там Сказать Все Вот это Классная Ядовитая Атака Я ее беру Ну Такую Скажем так Basic Ну Как вам Сказать Допустим Какой-нибудь Ну допустим Как Flame Whale Для Для покемонов Огненного Типа Такая Средняя Качественная Огненная Так Там Thunderbolt Для Покемонов Электрического Типа Например Там Aurora Beam Для Покемонов Ледяного То есть Нет что-то Такого Basic Что Можно Вот Прям Взять И ты знаешь Что Если у тебя Покемоны Сильные То ты сможешь 100% Там Выбить Вражеского Вот Такого К сожалению Ядовитых Я еще Не встречал Но там В основном Грязь Типа Заразить Покемонов Противника И Насмехаться Ну Не знаю Давидые Покемоны На любителя Тем более В первом поколении Их было Дофига И я на них Уже Насмотрелся Даже В этой Игре У Хорси Есть Злой Взгляд Я просто Хочу Представить Себе Как Хорси Делает Злой Взгляд Наверняка Это Будет Самое Злое Что Я В 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 Боже Сделай Просто Этот Бросок Чёрта Ура Осталось Два О Нет У Нет У Нет Ладно Посмотрим Посмотрим Что Он Умеет В В В В В В Боже Вот Это Было Мощно Я Че Даже Не Ж Я Даже Как То Растерялся Вы Нес Его Сноудар Так У Этой Тоже Старью Тоже Скоро Рами Не будет Проблем Расправиться Аксли Ого Мощно Чувака Звали Аксли Ну вы поняли Аксли Нет Поняли Я Тоже Так Давайте Подлечим Нашу Зою На 32 Пункта Плавать Здорово А загорать Нет Ну Одно Другому Вроде Не мешает Хорошо Что У нее Только Два Кем На Перед Голуки Надеюсь Что Ее Провезут Ах Нет Ау Это Было Больно Следующий Покемон Это Сикинг Да Я так Думал Ну тут Мы Поменяем На Гашка Потому что Гашка Умеет Гашка Может И Гашка Нагибает Это все Что Нужно Знать Прогашка Нет Раз Я Вижу Я Хейп Это Очень Очень Хейп О Отлично Прошел Почему Все Покемоны Такие Слабые Очень Странно Субтитры Так Ну что Мы Приблизились К пути Номер 20 И тут Дофига Ищи Тренеров Как я Вижу Мы Вынесем Уже В следующий Раз Прошу Прощения За Надержку И Постараюсь В следующий Раз Почаще Выкладывать Видео Обязательно На этот раз Все Огромное Спасибо За Внимание С вами был Рейнферст Всего Хорошего Удачи И Пока